Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Зам. Директора салонов оптики Виктория Елена Топорова говорит, что больше не заказывает еду, а готовит сама и не покупает украшения. А компания сократила затраты на курьеров и доставку между оптиками, но зато ввела доставку для клиентов. Ген. Директор группы компаний «Медиа» Роман Данилин рассказал о сокращении зарплат, заморозке стратегических инициатив и снижении скорости запуска некоторых проектов, что позволило сохранить штаты все проекты группы компаний. Из личных трат естественным образом исчезли расходы на кафе, а также отложены крупные покупки и обновления гардероба. Программа Экономика. Кафе и гостиницы хотят освободить от налога на имущество. Идея обсуждается в ЗАГС-собрании, где работают над законопроектом различных налоговых преференциях и льготах. Не платить за свое имущество хотят разрешить санаторием, гостиницам и предприятиям общепита. Правда, на небольшой период с 1 апреля по 30 июня. Вероятнее всего, эти поправки могут быть приняты на июньской сессии законодательного собрания. Кроме того, обсуждается возможность продления льготных ставок по ОСН на 2021 год. Кафе разрешили работать с одноразовой посудой и одноразовыми меню. С сегодняшнего дня можно работать общепиту на открытом воздухе. Посетители кировские власти рекомендовали рассаживать на дистанции. Им и персоналу нужно будет пользоваться средствами индивидуальной защиты. Поварам раз в неделю проходить обследование. Рестораторы теперь ждут возможности работать в обычном режиме. Представители этой сферы ранее обсуждали с ВТПП возможность подписания декларации о солидарной ответственности. В ней будут прописаны обязательства, которые берут на себя предприниматели, возобновляющие работу. Аналогичный документ до этого подписали представители нескольких торговых центров на прошлой неделе. В завершении о валютах. Доллар сегодня 70.40. Курс евро 79.15. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа Эхономика. 101 АФМ.